Итак, всем привет, с вами Дубле, продолжаем играть за Канаду, в будущем, уже в ближайшем, за Британию. В прошлой серии мы в Центральной Америке повоевали неплохо, высадились в Ирландии, помогали различным союзникам, и теперь нам предстоит уже в самый интернационал вторгаться, и я думаю, вот этой армии мы будем еще параллельно что-то пытаться сделать здесь, но это не точно, но в идеале, конечно, тоже там разобраться, потому что там тоже есть фабрики, там тоже есть военные заводы, и они тоже поставляют людей и ресурсы на войну вот сюда, тоже свой вклад вносят, но, конечно, выбив отсюда Британию из этой войны, мы очень значительно, я думаю, ослабим натиск интернационала, возможно, Центральные Константы даже смогут перейти в контратаку, посмотрим. В любом случае, поехали. Мы встретились с британским флотом Британского Союза, и я даже не знаю, мы сильнее или нет, по ощущениям, да. На практике сейчас увидим, кто-то выходит из боя, ну да, они отступают, мы как бы сильнее, но по потерям не уверен. А нам нужно объединить обратно флот, мы не можем позволить себе вот так вот 4 флота защищать, куда вы постоянно отступаете? 4 флота защищать конвои, нужно все-таки один большой стак. И вот момент настал в выставке в Британию, делаем мы нашему флоту поддержку морского вторжения. Главное успеть буквально несколько морских территорий преодолеть без обнаружения, и вроде нам получают это сделать. Более того, так как наша морская пехота очень сильная, мы успешно выбиваем здесь их войска, и вот американский Союз Штатов готов. Сейчас, я думаю, туда дебаф вперед, ух, мне показалось, что новая Англия потеряли, нет. Но, я думаю, это скоро может и произойти. Пока что они все очень-очень дебафнуты, да. Сюри, это даже неплохо обменяет, чтобы на них напасть, но, конечно же, мы этого делать не будем, у нас своих забот хватает. И, кстати говоря, дебаф, который очень нас задушил, 10% ТНП забирал, теперь его нет, это уже приятно, у нас всего 3 ТНП сейчас, класс. Вот то, что мы там, по-моему, потеряли корабли, это не класс, но у нас уже 16 тяжелых крейсеров, очень сильно мы апнулись. Им нужно сюда перебрасывать побольше войск. Британский Союз вот-вот капитулирует, по ощущениям. Здесь у них очень мало их сил. Давайте-ка здесь тоже нарисуем фронт, и поехали захватывать. Можем еще связаться с лоялистами, давайте это, конечно же, и сделаем. А, 7 дивизий восстает. Ну, пойдет, пойдет, я бы сказал. Давайте сделаем ими вот так, и просто вот такое глупое наступление. Шаблон, кстати говоря, пойдет. Тоже, на самом деле, они могут воевать. Конецкий Центр Америка сдалась. Это значит, что мы можем отсюда всю нашу авиацию перебросить в Британию. И это мы, конечно же, сразу же и сделаем. Ну, и половинку давайте вот сюда так вот распределим. Ну, а даже без авиации мы, на самом деле, Британию вот-вот капитулируем. И вернем наши территории обратно нам. Прекрасно же. Начало-конца. Мы исправим все ошибки. Лондон взят. Наконец-таки. Это, я думаю, было очень-очень-очень желаемое событие для канадского правительства. Ну, британского, можно сказать, да. И вот оно произошло. Собственно говоря. Поставим, наверное, сюда. Я долго думал. Скорее всего, корабли-эксперт. Здесь ничего реально полезен нет. Так что, пускай, это и будет. А флот наш пока просто ремонтируется здесь. Но мы вот-вот должны заставить капитулировать Британию. Да, так и есть. И вот оно. Британский союз капитулирует. Давайте возвращать все наши территории здесь. Там, Германская империя. А можно... Мы Ирландию вернули. Можно нам наши территории назад? Нет? Почему это так работает? Почему это Германская империя передалась? Кто вот это за бред сейчас был? Возвращение короля мы не можем нажать, я так понимаю, пока... Ну, оно само произойдет, когда война закончится. Окей. Британский союз, все. Надо теперь думать над тем, куда мы хотим дальше выцедиться. И, честно говоря, я хотел бы, чтобы Германия уже капитулировала. У нас очень мало варскора. Вот в Германии просто тонна. Следовательно, что мы будем делать? Мы будем следовать нашему плану и... Я здесь подготовил леску в Бразилию. И, собственно говоря, мы отсюда полетим в Бразилию. И там начнем воевать с южноамериканскими державами. У нас есть вот эта еще армия. Кстати говоря, вот это бы куда-то вот сюда, наверное, пускай, да? У нас есть вот эти вот морпехи. Давайте-ка их пока переведем вот сюда безопасным образом. А вы же поедете? Я надеюсь. Водение Берлина. Да, ужас. Давайте-ка вот эти все регионы поставим опасными. Потому что там их перехватывают. Да, и пускай они поплывут через север, я надеюсь, они... Да, вот Германия капитулировала. Ну, слушайте, не придется. Не придется. Время планировать... Что ж, высадку в Нормандии? Видимо. А еще бы нам территория вернулись, блин. Все как обычно. Пожалуй... Блин, хочется сразу вот в эти три провинции. Да, ну... Слушайте. Давайте вот сюда. Вот таким вот образом, пожалуй. Поехали. Заодно потренируйтесь. Да, обучитесь. Здесь, надо, кстати говоря, выставить гарнизоны будет сейчас. Прости, я вступил в интернационал. Это позволит нам, я думаю, Исландию вернуть. А Исландия и так уже практически вернулась. Отлично. Ну все, планируем высадку в Нормандию и будем ее осуществлять. Параллельно, конечно же, не забывая о том, чтобы в Южной Америке воевать. Потому что это тоже важный фронт, на самом деле. И, кстати... Там буквально на секундочку появился ивент и пропал. Блин, а вопрос... Я хочу флот. Вопрос, я получу все территории? Если я не буду ничего требовать? Непонятно. Надо надеяться, что да. Давайте потестим, если что откатимся. Потому что я бы, так или иначе, мне не хватало бы счета на флот... Ой, на Британию всю. Если что, откатимся, потому что, ну... Считаю, мне нужна Британия. Но если немцы их берут, вроде как они возвращают. Вопрос, вот эти территории мне вернутся или нет. Это уже неизвестно. Так вот, это будет непросто. Данто сам по себе, но Германия чтит соглашение. А можно остальные страны тоже будут? Реинтеграция в Новой Англии. Слушайте. Нет? Наверное, нет. Короче говоря, я понял. Мы можем территорию давать Германии, но вот эти челы нам не отдадут территории. И да, это ужасно. Надо не давать им захватывать, но Германию можно захватывать. Какой ужас. А, пожалуй, я сделаю так же, как в прошлый раз. Я просто воспользуюсь консолью и передам эти территории себе, потому что, ну... Я считаю логично, что если я подписываю соглашение, то мне должны из всей союзники возвращать территории. Но, видимо, это не прописано. Но я взамен себе удалю практически весь флот, что я получил от Британии. Наверное, вот оставлю себе микрочасть, потому что мне должно было хватать счета здесь буквально несколько территорий. Все остальное я повторю. Я думаю, это примерно честно, вместо того, чтобы перезагружаться и заново проходить сквозь все эти венты. Вот как-то так, я думаю, будет более-менее честно. И проживаем мы возвращение короля. Я так понимаю, мы выделимся Британии и туда переедем. А вопрос только что будет с нашими войсками. Хороший вопрос. Рассуд вернули на какие-то земли. Блин, возможно, у этих чуваков тоже были бы ивенты на возвращение земель. Но я бы не был в этом уверен. Но в теории это возможно. А Франция, кстати говоря, там... Блин, это не было как-то по-другому разделено. Возможно, да. Видимо, британские территории все разделились. Ну окей. Да, вот-вот будет Британия. И мы параллельно сейчас, я думаю, переведем наш флот вот этот вот сюда. Да, очень большой вопрос, что станет нашим флотом, что станет нашей армией. Надеюсь, у нас все это останется. Потому что если нам сейчас надо будет что-то переделать, перестраивать, будет очень неудобно. А вот этот выбор. Возродить Срединное Королевство, либо продолжить играть за Канаду. Но возродить его тоже. Мы ставимся сейв. Но, конечно же, мы будем играть за Великобританию. Смотрите-ка, а... Марионетками станут. Я так понимаю, они передадут, типа. Пожалуйста, скажите, что армия тоже передастся. И, судя по всему... Да, нет, да, нет. Ясно. О-о-о-о-о... Это... Пиаско. Ну, ладно. Будем... Будем думать, что делать отсюда. Но... Верните, верните. Знаете, на что мы пересели вот отсюда? Знаете, я думаю, мы сейчас пройдем за Британию. А затем будет альтернативная концовка за Канаду, так сказать. Мы еще отобрали все исследования. Отобрали ячейку исследований. Но здесь, очевидно, ничего не настроено. О, это... Это, конечно, ужас. Еще, я так понимаю, у нас территории не национализированы. Нет. Просто я помню, что у Британского Союза было намного больше военных заводов. Но, видимо, это были оккупации здесь. И теперь это все в Франции. У нас агентство пропало. Блин, ну... Можно было, наверное... Это все сделать... Передать большую часть вещей разных. Все-таки... Здесь вот, это как раз-таки британские... Всякие были генералы, британские войска. Ну-ка. Администрация Возрождения. А, и мы еще и дебафы, да, получаем на лицо. Ну, прекрасно. Новая британская армия. Угу. 19 дивизий мы получаем, да? Ничего себе. Старые отправятся первыми. Вот это вы, ребята, мне надавали. Короче, я понял, что нажимать эту кнопку нельзя до последней финальной победы в войне. Ну, ладно. Так, может быть, даже будет интересней. У нас еще пропали модели самолетов. Короче... Ужас. Ужас. Абсолютный ужас. И я не думаю, что я буду в ближайшее время производить. Так что мы уже, наверное, следующий самолет только вот эти будем строить. Ну, и часть всей войны тоже не туда пойдет. Блин, по ощущениям, реально, эту кнопку просто надо не нажимать. Шаблоны флота тоже нету. Опыта нету. Слава богу, они перенесли доктрины. Если бы они не переносили доктрины, но это реально, я бы откатился и поехал бы на Канаде дальше продолжать. Ну, допустим. Ну, у нас нету... А флота у нас... У нас и флота нету. Ну, не знаю, это неадекватно. Весь наш лоз остался у Канады. Я надеюсь, что там где-то мы что-то получим. Нас еще в ИСР позвали. Которые, как бы, мы должны были контролировать. Знаете, изучив поподробнее здесь фокусы, реально кажется, что это надо нажимать после окончания войны. Да, потому что здесь всякие остальные флоты, все эти вещи. Но страна реально не готова продолжать войну. То есть, вот это вот у нас есть. Так что мы все-таки вернемся к Канаде. И возвращение короля будет нажито только после окончания этой войны. Но, как бы, до войны с Германией. Война с Германией или там... Ну, с Россией мы уже воюем. Так что, да. Это будет нажито после окончания войны с Интернационалом. Пока что придется оккупировать. Блин, это идиотизм. Это работает совсем не так, как... Было бы... Ну, не так, как логика вам подсказывает, да. Но, допустим. Окей. Эта армия, как я и говорил, будет гарнизонами теперь здесь заниматься. Нам нельзя терять здесь никакие территории. Но... Все в итоге, как есть, так пускай и будет. Ладно. Но войну мы закончим за Канаду. Как говоря, немецкий флот, видимо, чуть действует. Но... Как я вижу, не очень удачно. Но наш флот сейчас едет вот сюда, чтобы здесь сделать по плану присутствовал на море. И начать высадку в Бразилию. И вот наши войска высаживаются в Бразилии. Надо помогать вот этими. И расширять... Нашу войска, площадь вторжения. Правильно, у нас здесь вот эти войска пытаются высадиться. Но у них не получается, потому что мы не достаем до вот буквально самого последнего тайла морского. Вот сейчас, я думаю, мы отсюда... В теории будем доставать. Ну-ка. Да. И они, я думаю, поедут. Да, отлично. Таким образом, мы сразу с двух сторон будем наступать и возвращать территорию Бразилии. А здесь мы делаем вот так. И как-нибудь вот так. Пускай они наступают. И на юге мы сделаем то же самое. Произошел крах респакта. Германия потеряла все. Ну что ж, это нам вполне себе даже на руку. Да, потому что теперь мы выходим на сцену намного сильнее. Дунайская Федерация скоро пойдет. И уже, да, здесь Варскор у нас в теории должна состояться большой после них. Я вижу, что здесь... Я не вижу, у кого еще большой Варскор. А ну вот. Игры подошли. Подошла затроллка. Нереального уровня. Спасибо Парадоксам. За затроллку. Еще где-то затроллки. Вроде бы нет. Ну и слава богу. Да, продолжаем нашу миссию в Южной Америке. И у нас здесь высаживаются наши войска. Тоже мы здесь расширяем максимально зону высадки. И потом делаем фронт, когда здесь нормально... Вот здесь вот все это уже пройдет. Пока все выглядит просто ужасно. Ну и ничего с этим не поделать. А еще я понял одну вещь, что... Я уже не смогу сюда высадиться свободно. Здесь достаточно много будет их войск. Да, я здесь не смогу. Даже если я высажусь, я... Мне не хватит войск. Поэтому нужно все наши войска там иметь. Следовательно, что... Следовательно, нужно расправиться сначала с Южной Америкой. Чтобы отсюда можно было войска уже переводить. А можно я войска сюда добавлю нормально? Да, отлично. Так что нужно уезжать туда. Что они хотят? Ну, давайте, наверное. Я не знаю, что это, но пускай будет. И да, вот отсюда мы сделаем морскую высадку. Попробуем. Здесь уже видите, очень много войск различных. И французских в том числе стоит нам по этому поводу. Вот сюда. Под лодки бы заслать, да? Вот, пожалуй, в эти два региона. И этого хватит, плюс-минус. А вот эти плоты у нас занимаются поддержкой с моря. В битвах периодически помогают чем-то. В реальные битвы с вражеским плотом они тоже в теории могли бы вступать. Но я особо не нуждаюсь в этом, наверное, пока что. Французы здесь. Тоже где-то кто-то высадится. Не только французы иногда. Но неудачно, так что нормально. Вообще, я бы этих парней еще добычил. У них, видите, еще ловела не везде. Отличные. Но... Но слишком опасно, так что пока не буду. Нужно здесь победить. И вот наша высадка на вигу тоже успешная. Нужно как можно быстрее капитализировать здесь Канаду. О, Канаду говорю, Аргентину. Пока у нас здесь нет вражеских войск. И параллельно вступать здесь. И в итоге потихоньку их сжать. И здесь как будут капитулировать страны. Здесь будет вмешаться количество войск. Потому что много стран отсюда отправили войска именно в Бразилию. И не ожидали нападения сзади. Что нам, конечно же, только на руку. Ну, я думаю, закончим мы войну в Южной Америке в следующей серии. В этой серии мы вернули Британию. Посмотрели. Пробовали пересесть на Британию. И стало понятно, что, ну, невозможно будет продолжать эту войну. Я надеялся, что там, ну, передадут нам флот, авиацию, войска, генералов. Но нет. Это все остается на Канаде. Следовательно, мы можем пересесть на Британию только когда мы полностью с Канадой разберемся. Разберемся с этой огромной войной. И только тогда мы сможем реально вернуться на свои территории. Так что, ребят, с вами был Дабгай. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, комментарии. Все как обычно. До скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok